Ганбольная команда Ростов-Дон провела первое тренировочное занятие после возвращения из Германии, где завоевала путевку в полуфинал розыгрыша Кубка обладателей Кубков. В ответном поединке с Лейпцигом Ростовчанком было необходимо удержать Ганди Кап в четыре мяча, завоеванные в домашние встречи. В честь нашей команды ей это удалось, несмотря на то, что в концовке немецкие гандболистки лидировали с разницей в два мяча и имели целый ряд выгодных моментов. Однако блестящая игра всей команды, в частности, вратаря Сони Барьяк-Тарович, свела на нет усилия Лейпцига. Лейпцигом Ростов-Дон провела первое тренировочное занятие. В принципе, это очень много удалось усилий, потому что уже сыграли нормально, и девчонки хорошо все добрались, просто чувствовали, что, в принципе, дома могли больше выиграть. Поэтому как-то мы приехали туда, как-то нахуй трибуны. У нас тоже много, у нас как-то другой зал, но мы уверены были немножко в себе, в конце просто, как говорится, симпатийно чуть-чуть. Ну, атмосфера была, конечно, великолепно, очень красивый зал, арена в Лейпциге, столько людей, было 4,5 тысячи болельщиков. Конечно, сегодня, когда мы вышли, даже только на разминку, уже люди, уже был почти весь за полный зал. Даже такие эмоции, столько людей пришли, болели, конечно. Я думаю, Лейпциг, они думали, что сначала уже делают задел вот этого, 4 мяча. То есть сначала, наверное, первые 10 минут хотели сделать этот задел, но у них не получилось, мы еще хорошо отыграли в защите. Вообще игра проходила в таком темпе, потому что мы очень хорошо стояли в защите, очень Сонька молодец, стояла на воротах. Они старались играть на контратаках, в позиции тяжело было в нашей защите, но, конечно, мы устояли, как бы и хорошо сыграли, прошли полуфинал. В полуфинале Ростов-Дон сразится с французской Иси Пари, в составе которой выступают несколько легионеров. Ольга Каролина Гордони, норвежка Шарлот Мордаль, чемпионка Европы Черногорка Ясна Тоскович, а также одна из лидеров национальной французской сборной левая полусредняя Мариама Сигнате. В 2009 году Ростов-Дон встречался с Иси Пари, носившим в ту пору название Исиле Мулино, в четвертьфинале розыгрыша Кубка ИГФ. Тогда оба раза победу праздновала французская команда. Я все время девчонкам говорю, и сейчас, и игра состоит из двух таймеров. Игра час, и никто не отменял регламент матчем, никто не отменял. То есть играть нужно с первой до последней минуты. А вот это, как говорится, разгильдяйство чистой воды, когда люди просто не понимают или не хотят понимать, то, что от них требуется дисциплина, и до конца жестко и сосредоточенно играть и в защите, и в контратаке, и в нападении. Вот это разгильдяйство приводит вот к таким плачевным результатам. Первый матч между Иси Пари и Ростов-Доном состоится в Париже 6 или 7 апреля. Ответный поединок через неделю в Донской столице. Другую полуфинальную пару составили чемпион Германии Тюрингер и австрийский хип-хоп.